И самое тупое то, что я просто промолчала и пошла на третий этаж. Мне нравился мальчик из 11-го. И вообще, говорит, поднимитесь на третий этаж. Вот таким тоном она рассказывает. И вообще, говорит, поднимитесь на третий этаж. Я так смотрела на него и думала, вау, какой красавчик. Совесть мучает. Думаю, что я ей не ответила. Да надо было так ей сказать. Надо было ей вот так вот ответить. Всем привет, мои хорошие. С вами Ака Эмили. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. У нас сегодня будут роллы. Вы не поверите, но я хотела сделать разнообразие. Но получилось, как всегда. На фотографии этот сет выглядел совершенно по-другому. На всех вот этих вот были разноцветные шапочки. Еще сверху было немножко икры. А по факту оказался тот же сет, который я ем обычно. Но эти роллы намного крупнее. И еще, кстати, мне положили аж 4 пары палочек. Очень много васаби, очень много имбиря и так далее. В общем, эти роллы стоят намного дороже, чем всегда я заказываю. Мне всегда было интересно, в чем заключается разница между дорогими горячими роллами и дешевыми, например. И сегодня мы будем пробовать. И начнем вот с такого. Смотрите, какой красивый. Здесь еще креветочка. Макаем. Очень вкусно. Невозможно, как вкусно. Как я вам и обещала, в неделю один раз у нас будут роллы. Также с сарая что-то разнообразное тоже снимать. Вот борщ недавно был. Огромные они. Я думала, что вам видео про больше не понравится. Потому что, когда смотреть вот относительное количество людей, которые любят, например, роллы, и людей, которые любят больше. Конечно же, роллы любят все. Я думала, что больше вообще просмотра не наберет. Но оказалось, ничего так. Смотрите, вот какой огромный. На самом деле, некоторые доставки нас именно обманывают тем, что говорят, вот 50 штук, например, в сете. Ты заказываешь, а они маленькие. А это, смотрите, какие огромные просто. Даже не знаю, вместится у меня во рту или нет. Пробуем. Вкуснотища. В России есть такая тема, у них по граммам. А у нас именно по штучкам. Поэтому некоторые доставки делают очень маленькие. Очень вкусно. Очень дорого, но очень вкусно. Я бы сейчас вам бы сказала, что за доставка. Просто если я скажу, а потом начну хвалить, все сразу подумают, что это реклама. Но этот сет куплен за кровные мои денюжки. Так что даже не смейте такое подумать. Вот такой. Вчера была на дне рождения. Причем на детском день рождения. И там было настолько интересно. Такая шоу-программа. Я влог снимала про свою работу. Там показывала своего двоюродного брата. Вот как раз я была на дне рождения. Дочке своего двоюродного брата. Там все в комментариях пишут под этим влогом. Они с Фатей были бы замечательные пары. Познакомь своего двоюродного брата с Фатей. То есть они и так, и так знакомы. То есть сведи там и так далее. Никто не знает, что он женат. И у него двое детей. Вот вчера я как раз таки была на дне рождения его ребенка. Ай да, этот тоже с креветкой. Как же вкусно. Я обожаю вот эти вот шапочки. Просто теряю сознание, когда вижу эти шапочки. Когда дети меня увидели, почему-то дети больше любят YouTube, чем взрослые. И дети как-то могут свои эмоции выражать спонтанно вот так вот и не стесняются. На этом празднике очень много было детей. Ну как сказать, даже подростков можно сказать. Не совсем детей. И еще по совместительству оказывается моих зрителей. И как я пришла, села за стол. Все начали меня расспрашивать про мой YouTube и так далее. Начали прикалываться. Давай еще снимем и здесь что-то. На столе был сплошной просто фастфуд. И я чувствовала себя вообще в раю. Это просто космос. Немного не в тему, но у меня здесь чай. Почему чай, я могу объяснить. У нас дома нету газа на улице. Вообще отвратительная погода, дождик. Мне становится так грустно, когда бывает такая погода. Еще я одела свитер, колготки. Не знаю, снизу свитера у меня еще один свитер. Я вообще мерзлячка еще та. Летом жара, например. Всем жарко. Мне нормально. Зимой всем нормально. Мне холодно. Вечно мне холодно. Я не знаю, с чем это связано. Почему это у меня так? Может, это какие-то отклонения. Вот, но факт остается фактом. Наподобие такой сет кушала и в другом месте. Но здесь вкуснее. Но в том месте, где этот сет стоил дешевле, хочу отметить, крабовые палочки были внутри вместо креветок. Так что это как сказать, где дешевле. Ой-ой-ой. Прежде чем пойти на день рождения, я сначала пошла за подарками, но это естественно. И зашла в магазин. Там я взяла одну пару обуви, которые хотела купить сыну своего двойного брата. И я в детских размерах, если честно, не очень разбираюсь. Но я просто знала, что ему исполняется 6 лет. И мне как бы нужна обувь на ребенка, которому 6 лет. Я беру эту обувь, подхожу к консультантке и говорю, как вы думаете, говорю, эта обувь подойдет ребенку с 6 лет. И она мне такая говорит, ну, это зависит от его ноги. Я говорю, ну, точный размер я не знаю. И она такая поворачивается ко мне и говорит, а подойдет или не подойдет, это вы должны знать размер точно, а не мы здесь. И вообще, говорит, поднимитесь на третий этаж. Вот таким тоном она рассказывает. И вообще, говорит, поднимитесь на третий этаж. Я тут типа не обязана вам отвечать на ваши вопросы. И самое тупое то, что я просто промолчала и пошла на третий этаж. Потом я сама себе думаю, а что я молчу? Почему мне грубят? А я молчу. Это тоже моя тупость, правильно? В общем, я ничего ей не ответила. Не купила. Пошла домой. Большие роллы, очень большие. Потом, когда дошла домой, сижу такая и думаю. Вы знаете, у меня прям совесть мучает. Думаю, что я ей не ответила. Да надо было так ей сказать. Надо было ей вот так вот ответить. То есть, знаете, после драки, типа, машу кулаками. У вас бывает такое? Вы вовремя не ответили, а потом думаете, а почему я не ответила? Почему я так тупо себя повела? Я же могла ей все высказать. Прямо в этот день у меня так настроение испортилось. Я почувствовала себя идиоткой, честно. Мне нагрубили, нахамили, а я ничего. Стою, молчу. Меня послали на третий этаж, я такая поднялась. Окей. В общем, такая неприятная ситуация со мной произошла. Вот такая вот красота. Алина задает вопрос. Айка, расскажи что-нибудь интересное, пожалуйста. Мне кажется, я каждое видео рассказываю что-то из своей жизни. Просто сегодня, например, ничего такого сверхъестественного со мной не происходило. Обычно я просто рассказываю то, чем живу, можно так сказать. Стала бы ли парнем на один день? Да. Очень бы хотела. Как ты относишься к любви в шестом-седьмом классе? На самом деле, я нормально отношусь к этому. То есть, любовь, она может возникнуть даже в детском садике. Мне кажется, это нормально. То есть, у людей есть чувства, и они проявляются. Когда я училась в пятом классе, мне нравился мальчик из одиннадцатого. Ну, естественно, мы с ним не общались, ничего. Просто я в коридоре его видела. Я так смотрела на него и думаю, вау, какой красавчик. И понятное дело, что у меня вообще шансов не было. Вот мои шансы. Ноль. То есть, я не была его ровесницей. Он на меня смотрел просто как на ребенка. У меня, например, дядя влюбился в свою учительницу. Не знаю, мне кажется, это какие-то детские шалости. И никогда они ни к чему серьезному не приводят. Или, например, у нас был сосед-парень. Где-то, наверное, в третьем классе он встречался с девочкой. Просто ходил за ручку с девочкой, такой полненькой. И вроде бы вообще не симпатичной, от которой все издевались. А ему она нравилась. А он чувствовал себя комфортно. У тебя есть одноклассники или ВКонтакте? ВКонтакте есть. Одноклассники, на мой взгляд, это уже как-то прошлый век. То есть, не хочу никого обидеть, кто сейчас сидит в одноклассниках. Но для меня это что-то уже прожитое. Я и сейчас на уже наелась. Были очень вкусные роллы. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. На этом все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok